В эфире новостная программа Арцах. Здравствуйте! С основными новостями дня 28 октября в студии Ольга Григорян. Сегодня в программе. Арцах не будет в составе Азербайджана. Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян посетил офис Армянского всеобщего благотворительного союза. Правительство Армении предоставит Арцаху новый кредит на сумму 13,5 миллиарда трамов. В Мартуне открылось отделение неотложной медицинской помощи. Об этом и о многом другом более подробно. Вчера в Арцахе было проведено 140 тестов. В результате зарегистрировано 65 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает Министерство здравоохранения Арцаха, от коронавирусной болезни на данный момент санкционарное лечение получают 148 пациентов. Врачи оценивают состояние 20 пациентов как крайне тяжелое, 73 как тяжелое, в том числе и молодые люди. Больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях. Также зарегистрирован случай смерти от коронавируса. Пациент – 69-летний мужчина, у которого была диагностирована двухсторонняя полисегментарная пневмония и ряд заболеваний, связанных с прогрессирующей полиорганной недостаточностью. Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает население следовать инструкциям во избежание новых вспышек, подать заявку на вакцинацию против коронавируса. Отделение неотложной медицинской помощи открылось в Мартуне. Об этом сообщили вчера в Медздраве Арцаха, отметив, что программа при содействии Международного комитета Красного Креста сорцевала в Гадруте, где в июне 2020 года было открыто аналогичное отделение. Такое же отделение уже в апреле 2021 года открыли и в Мардакерте. Центр неотложной медицинской помощи в Мартуне был перестроен, оборудован и оснащен высококачественным медицинским оборудованием. Среди них реанимационный набор, различные зонды, интубационные трубки и т.д. Планируется организовать тренинг для персонала на тему основы экстренной медицинской помощи, говорится в сообщении Минздрава. Министр финансов Тигран Хачатрян на заседании правительства заявил, что в 2020 году Арцаху перечислено почти 120 миллиардов драмов. Из них 1,3 миллиарда драмов будет предоставлено безвозмездно на финансирование населению Арцаха оплат за электричество, газ и услуги связи на ноябрь 2021 года. Он также отметил, что проект предусматривает предоставление Республике Арцах межгосударственного кредита в размере 12,2 миллиардов драмов на погашение ноябрьских зарплат, пособий, пенсий и расходов на здравоохранение, облигаций, предусмотренных госбюджетом в 2021 году. Межгосударственный заем предоставляется правительству Арцаха по процентной ставке 0,001 годовых со сроком погашения до 1 января 2021 года. Проект решения основан на программе правительства на 2021-2026 годы, одно из положений, которые направлены на восстановление послевоенной ситуации в Арцахе, активизацию экономической жизни и решение социальных проблем перемещенного населения, сказал Хачатрян. В Арцахе открыты курсы программирования для 200 участников 44-дневной войны. Этот проект будет иметь продолжение. Об этом на заседании Национального собрания Армении в ходе правительственного часа заявил вчера министр труда и социальных вопросов Республики Нарек Макарчан, отвечая на вопросы депутатов. По его словам, курсы будут проходить от 3 до 6 месяцев КОО как очно, так и в режиме онлайн. И больше 10 человек их уже прослушали. Для участия подано более 160 заявок. Министерство высокотехнологичной промышленности и Союз предприятий высоких технологий Армении достигли договоренности о приеме на работу выпускников как этих, так и последующих курсов. Такое сотрудничество с частным сектором мы хотим поставить на институциальную основу и заключить меморандумы с оставшимися отраслевыми союзами и предприятиями, сказал Макарчан. В рамках рабочего визита в Ереван министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян посетил вчера Центральный офис Армянского всеобщеблаготворительного союза и встретился с председателем филиала союза в Армении Вазгеном Якубяном, советником по стратегическим вопросам Григором Аванесяном и другими ответственными лицами организации. Стороны обсудили перспективы развития и укрепления Арцаха, упрощения связей Родины и Диаспоры, а также ряд других вопросов. Министр Высако оценил участие союза в реализации в Арцахе различных программ и активную работу на международной арене, что способствовало укреплению триединства Армения-Арцах-Диаспора. Стороны отметили важность сохранения высокого уровня сотрудничества. Предварительные результаты относительно применения промежуточных мер в отношении Азербайджана станут известны в ноябре. Об этом глава МИД Республики Армения Арарат Мирзаян заявил вчера в ходе правительственного часа в парламенте, комментируя иск Армении против Азербайджана, который недавно был обсужден в Международном суде ООН. Как отметил Мирзаян, Армению представляет очень сильная команда юристов, у которых имеются веские аргументы. Одним из результатов судебного процесса стало то, что Азербайджан убрал муляжи армянских солдат и каски из так называемого парка трофеев в Баку, который был ярким проявлением расизма и ксенофобии. Армения ходатайствует, чтобы суд потребовал немедленного освобождения военнопленных, гражданских заложников и иных удерживаемых лиц, с которыми Азербайджан должен обращаться в рамках своих обязательств по конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Азербайджан также должен воздерживаться от высказываний, порождающих ненависть на национальной почве по отношению к армянам, в том числе прекратить работу так называемого парка военных трофеев. Баку должен обеспечить возможность посещения армянами культурных памятников на подконтрольной ему территории, а также принять реальные меры для сохранения этих памятников, сказал Мирзаян. Католикос всех армян Горегин II в первопрестольном святом Ичмиадзине принял находящегося в Армении заместителя госсекретаря Святого Престола архиепископа Эдгара Пенью Пара и его делегацию в сопровождении чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Ватикане Карена Назаряна и апостольского нунца Святого Престола архиепископа Жозе Авелину Беденкура. Во время встречи католикос всех армян выразил признательность Святому Престолу и его правителю за содействие Армении и армянскому народу в 44-дневную Арцахскую войну и в тяжелые послевоенные дни, поддержку, а также усилия по возвращению военнопленных. В ходе беседы заместитель госсекретаря Ватикана заверил католикоса всех армян, что Святой Престол продолжит прилагать все усилия для решения послевоенных проблем, в частности вопроса сохранения армянского духовно-культурного наследия, на подконтрольных Азербайджану территориях и возвращения армянских военнопленных. Четверо армянских военных получили ранения в результате взрыва гранаты. Раненые военнослужащие находятся в госпитале и в жизни опасности. Об этом сообщил спутник Армения, ссылаясь на свои источники. Однако со стороны Министерства обороны Республики Армения комментариев пока не поступало. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григориан, отвечая на вопросы журналистов в правительстве, заявил, что Арцах не будет в составе Азербайджана, и мы много раз говорили об этом. Он отметил, что в рабовичей группе, действующей на уровне заместителей премьер-министров Армении, России и Азербайджана, зафиксировано, что все разблокированные дороги будут суверенной территорией данной страны, то есть никакие вопросы по коридорной логике не обсуждаются. По его словам, уже обсуждается начало работ по демаркации и делимитации границ, и эти вопросы находятся в повестке дня. Он также отметил, что Армения выступает за то, чтобы российский миротворческий контингент на Горном Карабахе оставался дольше срока, прописанного в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года. И создаваемые в Нагорном Карабахе инфраструктуры дают основания рассчитывать на то, что российские военные останутся там надолго. Что касается армяно-турецких отношений, мы неоднократно отвечали, что готовы начать и обсудить нормализацию отношений с Турцией, отметил Григорян, напомнив, что с российскими коллегами обсуждаются варианты продвижения этого процесса. Стало время, чтобы демократические страны, в том числе США, перестали игнорировать ту угрозу свободе и демократии в регионе, которые представляет собой коррумпированная авторитарная система президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом на своей официальной странице в Твиттер написала Freedom House, опубликовав статью американского журнала The National Interest о режиме Ильхама Алиева. В статье отмечается, что Азербайджан является одной из самых коррумпированных стран мира, в отличие от соседней Армении и Грузии, а также авторитарной диктатуры. Речь идет также о нашумевших разоблачениях в документах Пандоры. Также подчеркивается, что Запад игнорирует коррумпированный авторитарный режим Алиева, исходя из политических и экономических интересов, а также из-за транзитных возможностей Азербайджана. Говорится также о 44-дневной Арцахской войне, в которой Азербайджан применил израильские беспилотники в отношении гражданских объектов. Сотрудничество Алиева с сирийскими наемниками, которых он использовал в своей борьбе против армян Нагорного Карабаха, вызывает вопросы о его мировоззрении, а территориальные претензии Азербайджана выходят за рамки карабахского конфликта и распространяются на саму Армению, отмечается в статье. Президент Армении Армень Саркисян в интервью РБК отметил, что обращения международной структуры по вопросу освобождения пленных после войны в Карабахе в 2020 году не дают результата, а Азербайджан как выигравшая сторона должен показать себя как победитель. На вопрос о возможной помощи Москвы в вопросе возврата пленных президент отметил, что Россия всегда может помочь и во всем. Он также отмечает, что в этой войне в плане подготовленности Армения была позади Азербайджана. Мы должны иметь свои беспилотники, создать свои собственные, потому что Азербайджан использовал не свои, а турецкие и израильские. За 26 лет можно и нужно было создать сильную армию, развитие и укрепить экономику, поднять на совсем другой уровень отношения с Россией. Президент считает, что потенциал двухсторонних отношений очень большой, несмотря на то, что Россия огромная страна, а Армения маленькая. Президент России Владимир Путин выступил за создание механизма признания вакцинации от COVID-19, отметив, что Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискримационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств. На Восточно-Азианском саммите вчера он заявил, что российские препараты, прежде всего спутник ВИИ, одобрены к применению в 70, а поставляются в более чем 50 государств. «Мы будем и далее предоставлять российские тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса, в том числе и на безвозвозмездной основе», – пообещал президент. Европейский Союз будет признавать коронавирусные сертификаты, выданные в Армении и Великобритании, – говорится в распространенном сообщении Верхкомиссии. Сообщается, что обе страны будут подключены к системе выдачи сертификатов Евросоюза, и их сертификаты будут приниматься на тех же условиях, что и сертификат Европейского Союза, – сообщает РИА Новости. Армения и Великобритания, в свою очередь, будут признавать европейские коронавирусные сертификаты. В международном турнире «Гранд Цвиз» армянские шахматисты сортовали с победы. Среди них Мануэл Петросян и Анна Саркисян. Свои партии в ничью завершили Ливон Ароян, Сергей Мовсисян, Роберт Ованисян, Габриэль Саркисян, Самвил Тер Саакян. Хайк Мартиросян и Элина Даниэлян проиграли. Победители мужских и женских турниров получат право на участие в отборочных матчах Чемпионата мира. Турницы в столице Латвии и Риги пройдут с 27 октября по 9 ноября. Наш эфир подошел к концу. В заключении выпуска послушайте информацию о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра, 29 октября, на территории республики будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5-8, днем 10-15 градусов тепла. Дорогие радиослушатели, наш эфир подошел к концу. В студии работала Ольга Григорян. Всего доброго.